О роли Минска в качестве переговорной площадки по украинскому вопросу шла речь сегодня на встречу Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой. Он снова представляет Киев на переговорах, которые возобновились в белорусской столице. Напомню, Леонид Кучма был главой украинского государства с 1994 по 2005, но из политики не ушел. Экс-президент по-прежнему вовлечен во многие вопросы. При нем в 2014 была достигнута первая договоренность о прекращении огня в стране. Леонид Кучма был представителем Украины на переговорах о мире на протяжении 4,5 лет. Осенью прошлого года он оставил эту работу. Накануне новый президент Украины Владимир Зеленский попросил экс-представителя снова включиться в работу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Политик согласился и проанонсировал, что уже есть предложения, которые помогут в минском процессе. Сегодня на встрече с главой белорусского государства Леонид Кучма еще раз подтвердил, Белорусская столица по-прежнему имеет колоссальное значение для Киева. Минску альтернативы нет. Президент Белоруссии не скрывал, Леонид Кучма всегда желанный гость в нашей стране. Я должен сказать, что эта оценка не только моя, это большая часть наших белорусов. Они с удовлетворением не только политики восприняли ваш приезд в Белоруссию, не только как представители в этих трех контактах. Они знают мои давние отношения к Белоруссию, знают наши добрые, хорошие отношения. Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине, к украинцам. Я думаю, они сейчас должны измениться, еще более, так сказать, довидны доверительные основы. Если такое будет желание с украинской стороны, Леонид Данилович, один из секунд. Я в этом убежден. Словом, я рад вас здесь видеть. И несмотря на то, что я сегодня в командировке должен быть, я перенес ее ради того, чтобы только встретиться с вами и обсудить те вопросы, которые должны решаться в двустороннем, а может и в многостороннем формате. Для меня всегда лично, говорит, радость быть в Минске. Наша история, наш завтрашний день говорит о том, что мы должны быть вместе, разрешать все эти проблемы, которые сегодня, к большому сожалению, особенно есть в Украине. И мы в этом рассчитываем на помощь персональной президента и Белоруссии в том числе. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо перенести куда-то там. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран. Это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Белоруссии к этим процессам, так это двое. На встрече обсудили вопросы экономики, основа двусторонних отношений, товарооборот. Так, по итогам прошлого года он составил 5,5 миллиардов долларов. Продолжение следует...